Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого программы, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Убийство, о котором уже два года говорят в Черновцах. На этом видео трое мужчин избивает 33-летнего мастера спорта подзюдо из Черновцов Александра Савку. Видео нечёткое, но вот кадр, на котором видно, как один из нападавших вонзает нож. Через несколько часов после жестокой драки Александр скончался в больнице. Дома его ждали жена и восьмилетний сын. Подозреваемых в убийстве задержали по горячим следам. Двоих отпустили в тот же день. Ещё один, Рустам Агаларов, провёл в СИЗО полтора года. Накануне 2014 года его выпустили прямо из зала суда. Когда у меня милиция подошла, я даже не сопротивлялся. Почему? Потому что я понимал, что в чём у него. И потом мне сказали, что человек умер. В студии «Касается каждого» мы попытаемся выяснить, почему в тот трагический вечер незнакомые люди оказались в одной компании, что стало причиной конфликта и кто на самом деле должен ответить за убийство. Тема эфира сегодня «Убийство под наблюдением». У нас в студии сегодня Татьяна Савка, сестра Александра. Здравствуйте, Татьяна. Итак, вашего брата Александра убили два года назад. Дело до сих пор не закрыто. Нет. А виновные не наказаны. Нет. В 2012 году, 2 апреля, стало так, что я не перебивала на территории Украины. Я с мамой была в Греції на тот час. Приблизно в 8-й ранку звонит мама и говорит, «Таня, нашего Сашу убили. Как это сталося? Кто убил? За что убил? Мы не знали на тот момент. Просто еще раз, и вкотре мы звонили до отца и сказали, «Тату, может, ты что-то переплутал, может, что-то не так. Ни, его нет, я сейчас в морзе на него смотрю». Дело в том, что в тот день Саша поехал с невесткой, ну, с дружиной, с сыном. Пошли в кинотеатр, пошли на каву. Потом он привез их домой. И тут на разу ему телефонный звонок. Ему зателефоновал его кум. Саша подключился из дома. Это было 9-го вечера. Ну, 10-го нема, 11-го нема, 11-го нема. И тут Алла звонит, где ты есть? Саша говорит, что ждет еще немного сейчас. Потом поднимает трубку кум и говорит, «Алочка, дай нам еще 40 минут». На что 40 минут, до чего, не знаю. Потом, когда уже началось слез, мы поняли, что произошла встреча Агаларова и с подругой его, знакомой Даманиной. И там, я не знаю, как мало будет что-то за гроши. То есть, он был виновен грошей Даманине. Расскажите, вот кто такая Даманина, кто такой Агаларов? Саша не знал их. До встречи, до того рокового дня, Саша не знал. То есть, до этого вечера он с ними не встречался? Не знакомый был. Он знал только своего кума Киевского, Романа. Все, больше он, с присутствующих людей, которые были тогда на Гравской саде, это у нас ресторан. Он никого не знал. Значит, все события в тот вечер происходили в неком ресторане. Да. За местом. Саша оказался в компании кума, которого он знал, и двух незнакомых людей. Да. То есть, всего там было четыре человека. Почему они встречались? Какая была цель этой встречи? Значит, смотрите, насколько мне известно, Агаларов завинил гроши Даманине, этой девочине. Повинен был ей отдать. Агаларов назначил встречу этой Даманине, чтобы она подъехала в Гравскую саду. Потому что, понимаете, это не место. Это за местом. Так, хорошо. Причем тут кум и Саша. А кум был знакомый с Даманиной. Тобто, кум Даманиной, они были знакомы давно. Агаларов, или знал Киевский, я не могу сказать, я не знаю, особисто, че он его знал. Киевский это кто? Это кум. Это кум Киевский. Это кум Саша, так. Значит, че знал он его, че не знал. Саша поехал, потому что ему позвонил Киевский, приезжает на Гравской садебе. Когда Саша приехал, он уже побачил. Агаларова, Даманину и Киевского. То есть, по сути, можно сделать вывод из ваших слов, что Саша поехал просто встретиться с кумом, но совершенно случайно оказался в компании еще двух незнакомых людей. Да, он не знал, что они там будут. Он ехал на встречу с кумом. Не с Даманиной, не с Агаларовым. Сама в том, что есть видео. И на видео четко, четко, сколько мы раз его видели, видно, что они просто стояли и разговаривали. Никто никого не бил, никому никто мы не погрожили. Ни Агаларов Саши, ни Саша Агаларову, ни Даманине никому. Даманина пришла, сразу села до Галарова машина, они спілкувалися, кто, когда, кому выдаст гроши. И там уже вона почула, у свечения было, что берите стволы и ножи, мы будем резать, убивать. Для чего он это сказал? Кто сказал? Агаларов. Как он так сказал? Что ему погрожило? Его не бил, никто Саша пальцем не трогал. Если бы Саша спортсмен, вы же видите, метр восемьдесят ростом, спортсмен, дзюдо, если бы он хотя бы что-то сделал Агаларову, то было бы видно, обличие побил, ничего не было. Скажите, а Саша был конфликтным человеком? Вот он мог первым полез в драку? Нет, нет, нет. Тогда, вот, как вы считаете, что произошло в тот вечер? Я наскільки зрозумела всего-всего, что, как бы его хотели вбити, потому что, смотрите, по видео дуже важко, але як получается? Він перемовлявся с братом и с батьком, Агаларов. Телефонував, телефонував. И уявите собі, машина, його машина, Агаларова, він витягає биту. А тут стоїть Київський, вот так, как вы, Київський, я, Саша, и стояла дівчина. Ніхто не ходив, ніхто не бігав, ніхто никому нічого не робив. Тут він бере биту. Але чого він взял биту? Тому що він побачив, що приїхав брат з батьком. І тоді вже все, вся ця ситуація склалася. Тоді вже почалася стрілянина. Тобто це склалося все за одну секунду. То есть, Татьяна, вот то, что вы рассказываете, очень похоже на разборки. То есть, люди приїхали, вот з ваших слов, подготовленные и... Двіться, розумієте, якщо, наприклад, Агаларов, заходиться там Агаларов і мій Саша. І Київський, і Домайна. Вони обзивають і кажуть, я тебе зараз тобі щось зроблю, тві руки поламаю, то що? Відповідно. Що, навіть якби я поступила? Тату, брату, приїжджайте швиденько, тому що мене тут вбивають. Тобто ви хотіте сказати, що вашого брата провоцировали? Його не провокували. Справа в тому, що люди, коли приїхали вже, вони вже знали, що вони мають вбити Сашу. Лучше, я не можу зрозуміти, за що. За що? Я не розумію, за що. Ми до сих пор цього не розуміємо. У нас в студії Василий Савка, отец погибшого, Олександра. Здравствуйте, Василий Іванович. Що відбувалося в той вечір, як ви вважаєте? Агаларов, сидячи в машині з Доманіну, вже визвав тата і брата, беріть ножи, стволи, ми їх будемо різати і вбивати. Вона це чула чітко. Але вона не встигла сказати Сашою. Він так, як боячий Сашу, бо він спортсмен, вже чекав їх, вони домовилися, бо він говорив Агаларову на азербайджанській мові і на українській. Так, що на азербайджанській мові вона не могла поняти, що він говорив. А вони домовлялися в цій тонкості. Це було сплановане вбивство групою людей. Позвольте я уточню, Саша, действительно, до этого вечора не був знаком з господином Агаларовым? Ні, він не був знаком. Він туди приїхав, просто у нього договориться з кумом на щіт роботи. Кум каже, я на Угравській садобі під'їжджай. Давайте сейчас посмотрим це видео, ви прокомментируєте. Внимання на екран, смотрим видео. Справа стоїть машина Агаларова і Агаларов стоїть коло машини. І він чекає вже брата і батька, коли вони під'їдуть. Але він не знав, коли вони під'їдуть. І тут, там видно, в далині, от, в далині, справа вверху, під'їжджає таксі. Він вже тим більше, вже він готовий. Іде до задніх дверей свого автомобіля, відкриває їх, бере біту і направляється до Саши. Сасас стоїть спином до нього, впереді, зліва стоїть кум, справа свідок Доманіна. І він, там чітко видно, як він б'є його по голові. Саша повертається і, естественно, в шоці, удар був на такій силі, що він розламав біту. Розламав біта, біта тріснула йому на голові. І він вже з того шоку хватається за Агалавара. І тут починається, типо, вроді борьби, він вже рятується. Ну, ці, шо біжать, вони не в курсі, шо там відбувається. Бо тут тяганина. Потім прозвучав вистріл в сторону кіоску. Десь в мене у кологолові зачепила куля. І другий вистріл, получає мій син, в спину. А батько підбіг, кричит, уб'ю тварі. І цей підбігай. І зліво надає ножом удар прямо в серці. Пробив знизу вверх, пробив серце. Це дуже важливий момент. Від справа в тому, що не потрібно було наносити удар в серце, щоб зупинити людину. Удар можна було нанести якусь кінцівку, відштовхнути людину. Коли удар наноситься в серце, це говорить про ціль того, що, мабуть, людина все ж таки носить цей удар. Вона допускала, я думаю, що допускала момент, що людина буде мертвою. От зараз ми можемо видіти ці кадри. Це вже його і стріляли, це вже і ножом, ви розумієте? Він, будучи, що йому злоточкою... Ось підбігал Гайларов, він його зараз піднімає. Один за Гайларою піднімає його і веде його до машини. Він умер прямо на місці? Ні, він умер в машині. В машині скорой? Ні. Азербайджанці беруть, піднімають його і кладуть у свій автомобіль і везуть. Якщо вони дійсно хотіли його вбити, зачем вони його відвезли в больницю потім? Могли просто бросити? У них шок був. Ми думаємо, що вони їхали в больницю. Ні, насправді вони хотіли збавитися. Привезли його в лікарню, швидкої допомоги. Він вже у клінічній смерті був. І він перешкоджав їм. Це доказано на суді. Також перешкоджав їхньому автомобілі, що вони направляв їх в больницю. І вони таки попали в лікарню швидкої допомоги. Ну, звідти вийшли носилки і констатували, що він вже був неживий. Но, далі. Там були всі троє. Міліція також приїхала туди. Кум Київський говорить правоохоронцям, затримайте вот два вбивця. Вони говорять, ми знаємо, що робити. А вони затримують Агаларова і затримують автомобіль. Вони відпустили. З якої причини? Ну, ми догадуємо, з якої причини двох вбивців. Именно брата, що стріляв з пістолета, і батька відпустили. Давайте зараз послушаємо, що по цьому поводу сказала Черновицька міліція. На першому етапі розслідування у нас фактично було три особи, які вчинили злочин. Двоє з цих осіб одразу вже з місця події втекли. І до даного часу вони знаходяться в розшуку. А це неправда, кількіки. Вони самі відпустили у лікарні. Саме неправда. Вони їх відпустили в лікарні. Тому що у свічині кіоски такі є. Вони сказали, нібито вони йдуть за лікарствами Агларова. Тому що коли син щепився з ним, він там пошкоджує йому палець. А вони сказали, що там чуть руку не уламав чи що. Хорошо, так вот ви говорите, що це було целенаправленне спланированне убийство. С другой стороны, ви говорите, що вони були в шоковому состоянию і не знали, що робити з Александром. Вони знали, що робити. Вони його везли, мабуть, щоб десь або кинути в річку. Але кум їм перешкоджував. Какая причина? Чому вони хотіли убити Александра? Посварилися чи що. Кум, одразу вони під'їхали, кум сказав. Ти що, Альфонс? Чого ти не віддаєш дівчині гроші? І чого до Маніна його взяла? Вона наслідство поясняє. Тому що я жінка, я боюся. 11-та година вечора їхати, хто його знає, десь кілометрів від міста. І вона взяла київок. Кума собою. А кум тут дзвонить Саші і каже, ходи зі мною. Саша не знав, куди він йде. Вот в чому справа. Мені не зрозуміла одна річ. Якщо я приїжджаю до кума, так? Чому мене повинен цікавити проблеми інших людей по вибиттю коштів? А він нічого не вибивав у нього. Там ніхто не вибивав. Як вони ж не були знайомими, як вони були готуватися до вбивства. Ви можете мені пояснити? Дивіться, я приїжджаю до кума, сидіть дві людини, так? Жінка, який ви не коштите, і людина, яка ви на кошті ці жінці. Я їх бачу перший раз. Як вони можуть спланувати моє вбивство, якщо з ними не знайомі? Ви можете мені пояснити? Це адвокат Олександр Мазалевський. Спортсмена з них, тільки Олександр, самий, скажімо так, опасний. Кум, я так зрозуміло, нічим активно не займався. Ярослав Дунаєв, правозащитник. Тільки Олександр, только Олександр из цих трех представлял какую-то опасність для правонарушителей. Он, як мужчина, вступився за потерпевшую. Ярослав, то есть ви считаєте, що Олександра пригласили в розчете на його спортивні навыки і його провоціровали? Я, конечно, не можу утверждати, що планировалось именно убийство. Именно, скорее всего, хотели проучить, избити, щоб інші виділи і не зв'язувалися з ними. Едуард Багіров, правозащитник. Похоже на спланированне убийство. Що ви скажете? Що таке спланированне убийство, коли організовується заказне убийство? Четке распределення ролей. Все знає, що здається, що здається. Кто применять оружі, хто уничтожується аулики, свидетели і так далі. З вашого розуміння я зрозумію, що коли це відбувалося, не знали, що робити. Более того, коли вони самі пытаються взяти потерпевшого, в даному власному, брата вашого, в машину отвезти в больницу і відвозити в больницу. Наскільки я розумію, ситуація такова була. Було некі там фінансові взаємоотношення з Дунаєвой. Тобто був Агаларов в деньгі. Це їх взаємоотношення. Вона привела с собою свого знакомого, який був моральна, фізична підтримка. Тоже понятно. Тобто, що він як мужчина попытався за жінчину заступитися, теж понятно. Але тут питання в тому, що коли ваш кум позвонив вашому александру, під підлогом роботи, зная, що він спортсмен, чоловік справедливий, і буде захищати жінчину, тут питання к вашому куму. Зная, що може бути конфліктна ситуація, че він його позвав сюди. По сути, вона він втягнув конфлікт. Тобто, що він має гостю, що такий ясно. Дальше, що відбувається. Далі, що відбувається, що відбувається некий конфлікт. Агаларов, як ви самі сказали, збувається з машини, збувається себе підмогу. Ну, да. Правильно? Тобто, він відбувається, ви сказали, битву. Битву. Ну, знаєте, я скажу так, що тут ситуація розвивається не по плану, реально. Тут ніхто нічого не планировав. Ні ваш брат, ні кум, ні этот Агаларов. І то, що відбувається далі, це вже відбувається за планом. Тут ніхто спланированого бійства. Однозначного відповідь следстві не може дати. Уже два роки розслідуються це справа. Бувається і дільше, і три, і чотири, і п'ять років. На студії Владимир Полищук, експресс-секретарь Міністерства внутрінних дел. Владимир, ви тоді возглавляли пресс-службу Міністерства внутрінних дел, коли збувається це бійство. Вот що ви можете сказати? Я полностью соглашаюся і з Ярославом Дунаєвом, і з Едуардом. Така і була. Але, що волнує, і, мабуть, ця ситуація у нас зберілася в країні, чому жінка, яка повинна гроші, не може підійти в суд? Справедливо, суд би арестував імущество должника, їй би повернули гроші. І так воно повинна бути в нормальному цивілізованому мірі. А у нас вийшовий конфлікт на почві. Та не битовий, це організований вбивців. Ну що ви говорите? Організований організатор Агаларов. Все, це вже доказано в суді. Давайте я вам все ж таки поясню свою точку зору. Все доказано в суді, що він є організатором вбивства. Він є організатором вбивства. Так, тому що він викликав батька, брата, щоб він його вбив. Вам Багіров пояснював, що є різні види вбивства. Є вбивства замовне, а є які з побутових причин. Я тут бачу побутову причину. Він його ударив ножом в серце. Підстріляв. Біту на голові розламав. Яке це бітового? Це вбивство. Це вбивство. Воно ничим не краще, ніж замовне вбивство. Але в цій ситуації видно, що одна група хотіла підтримати жінку і сказати, ти ж така, сяка, буржник, віддай гроші. Може, слово за слово пішов конфлікт, а хлопці також викликали своїх родичів. Давайте, давайте сейчас послушаем, що розказала нам свидетельниця вбивства. Та самая Елена. Внимання на екран. Рустам Агларов мені должен был 39 тисяч доларів з 1 декабря. На протяжі декабря місяця він мені дал 14 тисяч доларів. І в кінці марта він мені дал 1000 доларів. В тому, на 1 апреля, на момент проїжствия, він мені должен був 24 тисячі доларів. На суді він первоначально говорив, ну да, що він мені денег не привез. А зараз він говорив, що він мені привез 3 тисячі доларів. А де 3 тисячі доларів? У нього в кошельці було 126 гривень. Тому я не хочу, щоб мене виділи його там знакомі, друзі, мені ще в цьому місті жити. Ось коли мені Рустам приходив і говорив, щоб я поменяла показання, що якщо я не поменяю свої показання і його посадять, то коли я піду гулять, мені найдуть його його друзі, або родственники. І первоначально села я в машину, ну, тому що він мене позвал і сказав, що він привезе деньги. І він сказав, що в машині, що у нього ж денег немає, ну, і ми з ним почали общаться. А потім, зачем він позвал Сашу, я цього не знаю. І вже після того, як ми вийшли з машини, ми стояли, общались, коли Савке сказав, що зараз привезу деньги, в нас почали біжати його отец і брат і кричати, тварі уб'єм. Матей Іванович, скажіть, а вот интересно, як ви считаєте, почему Елена скриває лицо? Вот она намеренно відвернулася від камери. Ну, вона не хоче, я знаю. Діло в тому, що коли випустили 28 грудня 12 року Галарова, мені теж неясно, з яких причин, прокурор поміняв статтю 115-1996 хуліганству в громадських місцях. Його випустили прямо в залі суда. За клопотанням кого? Історійного адвоката? Прокурора. Прокурор сам не може? Да. Прокурора. Сам прокурор змінив статтю, то для нас був шок, не розумієте. Він був Галаров на свободі з грудня по 9 квітня. Після апеліційного суда його знову заарештували прямо в залі суда. І він погрожував Доманіною. Він звони йому, телефонував і сказав, ти маєш поміняти покази. Інакше щось з тобою злочитись, ти бувш моєю друзяною. Ти бувш Рустаму грожав. А Галар погрожував Доманіною. У нас в студії народний артист України Гурбан Абасов. Гурбан, це правда, що ви лично знакомі з Рустамом? О якому ми тут говоримо. Що ви можете розказати об цьому чоловіку? В 2009 році я познакомився з Агаларовим. Пригласили мене до прекрасного року Чернавці. Там було мероприятие. Я якраз там працював, концертну програму. Мені більше все, що поразило, скільки у Агаларова містні, як кажуть, друзі, бізнесміні, ділові люди. Тобто Агаларов – известний чоловік в Чернавці? Да, це чоловік, действительно известний чоловік. Це насправді, тому що він займався бізнесом. Ну, послушайте, діловой – це добре, це прекрасне качество. То, що його знає Чернавцяк, тож. Але ось то, о чому говорять ростові. А є факт вбився, що він, хороше, це ще нічого не значить. Вбився, він організував вбився у людині. Я ще раз говорю, я ще раз подтверждаю в тому, що… Ви розуміте, чинів. Ви розуміте, чинів. Ви розуміють у людині 28 років, маленько депену лежало. Прості, ви, як кажуть, неаккуратно відміти одне слово. В Україні 128 національних меньшин. І з тих, як кажуть, ми граждані, як кажуть, України, і ми, азербайджанці, котрим ми гордимося, живемо в Україні. Тому що ми граждані України. Гурбан, ви считаєте, що тут дуже важен національний вопрос? Причем тут національний вопрос? Якщо є орудіювийства, якщо є зафіксуванне убийства, при чому тут національний вопрос? Я ще раз повторююю, я, к сожалению, говорю, я не мог даже думати, що Агаларов може такими вещами займатися. Все може. Мені кажуть, абсолютно не корректно зараз цікляться за цінаціональні признаки. Я ще одну не внесу ясно, секундочку. По нашому законодальству, уголовному кодексу, разжигання міжнаціональної розіни і оскорблення національних чувств наказывається лишенням свободи. Давайте будем толерантни і не будем обвинять по національним признакам. Тут життя лишення людей, 28 років. Породу своєї роботи, я їжджу по тюрмам і зонам України, поверьте мене, немало там разных національних убийц. Они сидять в тюрмах. Убийцы должны сидять в тюрме. Але делити людей по національності, ти вбийця, такий, такий, нельзя. Діля в тому, Агларов 3 часа ночі дзвонив старшому обчині. У нас є у них старші обчині, азербайджанці. Це зафіксовано в суду. І говорить, у мене проблеми, я підрізав людина. Чого ж він це не говорить? Так, є, добре. Є таке, далі. Проходить суд, відкидає прокурор версії адвоката. Так вони нападають в суді, зафіксованому в суді Шевченковську, на адвоката. Ти хто така? Чому вони говорять, як ти себе ведеш? А як вони вели себе в суді? На молоду прокурорщу. Ти хто така? Ти що молода, щоб таке говорити і таке дійснювати? Це все зафіксовано в Шевченковському суді. Ви розумієте? Те, що воно було сплановано, це навіть сумнівів нема. Тому що він чекав, він чекав, поки приїде тато і брат на таксі. Він чекав, він не міг бити. Бо тому що він би його просто розірвав. І він чекав. Витягнув з багажника на відео, з задних дверей, а не з багажника, і вдарив мого сина. А потім підбіг син, він це отрицає. А це правда. А вони кажуть, брюхню. І у нього тягу ще робить, в міській раді. Вона два місяці після того бігала, щоб його звільнили з апеляції. Два місяці бігала, він це прекрасно знає, в апеляційний суд, щоб його поміняли міру покарання. Анна Малер, пожалуйста, експерт-криміналист. В цьому злочині суттєва віктимна складова. Тобто поведінка самої жертви спровокувала той злочин, який стався потім. Дівчина поступила, це абсолютно правова безграмотність, вона повинна була взяти розписку і звертатися потім до правоохоронних органів з цією розпискою, що її гроші не повернули. Це перша помилка. Друга помилка те, що навіть якщо Агалару винен гроші, то в нього не потрібні отакий спосіб ці гроші вимагати. Троє осіб, які вчиняли вбивство, вони винні. Вони всі троє вчинили різні злочини. Але тут не було заздалегідь спланованого вбивства. Це називається ситуативне вбивство, яке трапляється через те, що виникає раптова загроза життю і здоров'ю тих людей, які вбивали. Хоча це абсолютно не знімає їхньої вони, і вони всі троє мусять нести відповідальність. Анна Свирідова, известна телерадиоведуща. Аня. Я абсолютно проти того, щоб придавали этому происшестві ужасному національну якогось окраску. Це раз. Абсолютно. І от моя женська інтуїція мені підказує. Шершеля Фам. Вот, понимаєте, вот эта жінка, яка стояла все время спиной, її роль в цьому відповіді не дооцінена. Я... Це моє мнення. Позвольте, я додавлю. Вот, це Елена Даманіна, да? Которая є, з вами, согласен, основним фигурантом. Она должна бути фигурантом, в головному делу она так і буде. Я вас уверяю. Що касається кума, да, вашого сіна, чоловік стекає кров'ю, да? По нашим законам, неоказаний медицинской помощи уголовно наказуємо деяне. У нього були ключі. Он мог машину отогнать. Или посадить машину свою. Це мой кум, це мой родной. Я бы отвез, секундочку. Вот я буду настаивать, щоб було вважнено уголовне дело. В рамках этого ваш кум буде отвечати. Чому він не спас вашого сіна? Так у нас проблеми мало. Поймите правильно. Суд уже вынес такое решение проверить его на уголовную ответственность. Дай ну не перебивати, ё-моё. Поэтому он поступил неправильно, не по-людски и не по закону. А вот это, по поводу до барышни, да, они должны вдвоём сидеть в одной камере. Владимир Горянский. Произошло убийство, за которое должны понести наказание. Вопрос не в том, что они там, кто, почему началось. Убит человек два года никто за это не понёс ответственности. Понятен конфликт. Я не понимаю, почему два года идут следствия. Владимир, давайте я вам объясню. Дело в том, что если идёт речь об убийстве, то есть статья убийства, то там до 15 лет или пожизненное наказание. Если речь идёт о 296-й хулиганстве, часть 4-я, с применением оружия, и человек в результате этого хулиганства умирает, то там от 3 до 7 лет. То есть уже адвокат, который работает на стороне убийцы, он, естественно, будет пытаться переквалифицировать статью. Хорошо, пусть 3 будет. Сейчас я не об этом говорю. Говорю, есть конкретные люди, которые были там, есть свидетели. В чём вопрос? Вадим, я хочу понять, как вы думаете, кто убил Сашу? Ну, тот человек, который на самом деле сейчас находится под следствием, который мы судим конкретно за удар битой, который привлёк к тяжким телесным повреждениям. То есть, ну, я думаю, мало кто поверит в студию, что бита может сломаться там об руку, ну, то есть удар должен быть хороший. То есть как минимум был, даже если он говорит, что он не попадал по голове, хотя есть экспертиза, действительно, удар по голове, голова очень сильно повреждена. Вадим, позвольте, я зафиксирую. То есть вы сейчас говорите, что изначально Рустам нанёс удар битой по голове Александру, а потом нанёс удар ножом. Да, видно, то есть, как он наносит удар, потом начинается как бы не драка, а... А, Вадим, а где вы стояли? Вы где стояли? Слева или справа стояли? Минуточку, здесь никто... Вы слева или справа стояли? Вы лично, вы лично видели, да? Нет, я видел. А что тогда разговаривать, рассказывайте нам. Так, ещё раз повторяю, как бита могла сломаться об руку? Ну, об что, как она могла сломаться? Так, вы как, голову и тоже вашу сломаться, поверьте. Об голову, об руку, ну, реально удары, ну, правильно, вы погодите, что удар реально мав бы быть хорошей силой. Вы по делу свидетель, да? А, я свидетель, да. Дальше, по поводу заказного-незаказного. Ну, тут много мы версий можем делать. Вот один человек, который там действительно был. Подождите, вы не отрицаете факт, что он приехал убивать гроши, получается, так? Я вот, слушающий вас, я понимаю, что факт того, что Савка, что он приехал, никто из вас не отрицал факт, что он приехал на разборки. Так я понимаю? Да, откуда я знаю, что там был? Почекайте, почекайте. Вы спочатку, это имеет важное значение. Это уже другой склад злощины, понимаете? Вот для вас это имеет значение. Вы сейчас расскажете про несправедливость суда, а вам нужно отрицать позицию. А отрицать позицию вы можете только тогда, когда вы творите обстоятельства, обстоятельства подеи, отрицание подеи посекундно. Так, сразу после рекламы аргументы адвоката Рустама Агаларова. Как ему удалось освободить своего подзащитного из-под стражи? Через несколько минут узнаем, не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема нашего эфира сегодня убийство под наблюдением. И мы говорим о резонансном убийстве, которое произошло в Черновцах два года назад. Я перехожу к адвокату. Ибрагим, ваша очередь сейчас. Можно? Да, можно. Я предлагаю уважаемым экспертам и уважаемой публике никому не верить. Мне можно. Почему? Мы настоящий адвокат. Да. Мы настоящий адвокат. Объясню почему. Потому что я единственный тут человек, который пришел с документами. Дело в том, что я знал об этом деле не тогда, когда включился, а за год до этого. Ко мне обратились из-за зимбородзянской диаспоры и сказали, есть наш представитель, уважаемый человек, но его рекомендуют скрутили, завезли за город и побили, а теперь его еще и судят, арестовали. Я собрался туда выехать, а что там случилось, что за деньги такие? А у него кассовый разрыв был. Получается, что действительно, это в суде подтвердилось. Ему не хватило денег, потому что в Иране возникли проблемы из-за эмбарго. Поэтому он не мог вернуть долг? Да. Хорошо. Я согласился и сразу начал мониторить интернет и увидел пресс-конференция начальника областной милиции по этой истории. Я посмотрел и понял, какое там будет следствие, потому что пан Харабара сказал, вы знаете мою в кавычках симпатию к людям из-за Кавказа, из-за Кавказа. Поэтому все будет так, чтобы убийцы понесли жесткое наказание. Через некоторое время мне позвонили и отказались. Сказали, что местные адвокаты сказали, что сами расправимся. Да, за дело взяла первая адвокатесса области. Очень уважаемый человек. Через год, я уже забыл об этом деле, мне звонят и говорят, нужна ваша помощь, почему? Потому что Агаларова арестовали. Я говорю, так он год же сидит. Да нет, его выпускали, потом еще раз арестовали. Я разобрался, и оказалось, что перед апелляционным судом прокуроры и судьи, устроив междусобойщик, между собой, ничего ему, по сути, не объяснив, перевели со 115-й части 2-й пункта 12-й, это заранее подготовленное убийство, понимаете, с группой лиц. А он там идет как организатор. Междусобойщик мы определили, что перейдем на хулиганство, и они будут как бы спокойны в том смысле, что ну не оправдали же человека, и этому ничего не скажут, потому что домой отпускают. А он уже замучился и толком не знал своих прахов. Оказалось, перед вторым судом, перед Шевченковским судом, оказалось, что он материалов дела не знает. Я поставлю ультиматум. Пока не будешь наизусть знать материалы, я работать не буду. Он вынужден был их изучить, ему дали время, суд подождал. В конце концов, он посмотрел это и сказал, подождите, а в чем я виноват? Все же вранье. В суде это все доказалось, что вранье. Апелляционный суд согласился со всеми пунктами возвращения на доследование, и еще и согласился с тем, что его надо освободить. Почему? Потому что я перед апелляционным судом поставил железобетонный довод, против чего они никуда не смогли деться. Дело в том, что в его постановлении единоличным, кстати, не апелляционный суд, тройка его изменила меру пресечения, арестовала, а перед заседанием его заманили, он был на стационаре. Это вообще бесподобный человек. Он со стационара, имея документы, он лежал там, приехал в суд, и его, значит, выписали как нарушителя режима, потому что из суда отправили в тюрьму. Правильно срубили. А в больнице, не зная, что так сделать, правильно срубили. Вы понимаете, его выписали как нарушителя. Так вот, арестовывая его, единолично, судья апелляционного суда, записал, срок обозначил его нахождение под стражей, до остаточного вырешения по справе, по сути справы. Вы представляете, что такое до остаточного вырешения в умовах украинской правовой системы? Это, ну, когда вот выйдет, тогда и выйдет. Ибрин, а сколько вот ваш подзащитный Рустам провел в СИЗО? 20 месяцев. 20 месяцев. Для того, чтобы очень быстро пройтись по всем вопросам, я просто обращусь до своих нотаток и акций российского. Заметок, да. Быстренько, что я услышал и как могу прокомментировать. Задние двери берет биту. В суде смотрели, и прокурор, и протоколе судебного заседания есть. Там получается так, что задняя дверь, откуда он мог взять эту биту, она постоянно в кадре. А как вот он уходит туда и остается за кадром, это тоже видно. Поэтому не надо говорить весь период вот этого без вырезанных мест. За это мы не отвечаем. Почему я сейчас скажу? Поэтому он с заднего сидения не мог взять. Почему настаивают на том, что с заднего сидения? Если с заднего сидения, значит подготовился, выехав, положил под руку. А в багажнике, это значит, ну, лежало в багажнике. Понимаете как? Там написано, что приехав на место, с расстояния 10 метров, они догадались, что именно Савку надо убивать. То есть он по телефону сказал, что надо убить Савку, и поэтому берите ножи и пистолеты. Причем весь рассказ он вел на азербайзанском языке, что подтвердает Даманина. Но абсурдно утверждая, что именно то место, которое должен был скрыть от них, берите ножи и пистолеты, будем их резать и убивать, он перешел на русский, чтобы она хорошо слышала. Причем абсурд продолжается, она после этого ничего не говорит своим товарищам, что ребята, нас сейчас будут убивать и резать. Почему? Ножи и пистолеты везут сюда. И после этого минут сорок, еще как она утверждает, там общаются. Версии от Даманины, это ни бога не бояться, ни людей не стыдиться. Рассказывай все, что хочешь. Ибрагим. Не надо тут наговаривать. Экспертиза указала, 2,5 на 3,5. Вот такое кровоизлияние под черепную кость. Сама ткань мозга, поверхность серого вещества, волосистая часть, все эти 5 слоев, они в порядке, есть кровоизлияние. Вот это кровоизлияние, вот такого размера, они назвали тяжкими телесными. Я обратился к специалистам в Киеве. А причину указал эксперты? Да, указали, что возможно битый. Я посмотрел, переговорился в своем, он говорит, да не может этого быть. Почему? Потому что если бы я этой битой попал бы ему по голове, то уже вопрос не в том, что он сильный. Череп-то один и тот же у всех. Да проколол бы ему череп. Я приехал в Киев, я-то адвокат киевский, и обратился к экспертам киевским. В том числе к лучшему специалисту в СНГ по этому поводу. И он дал заключение, что, во-первых, битой это невозможно, потому что у битой есть конфигурация. И она должна... Извините, я вас перебью. Разрешите... Ибрагим, значит, у меня тоже есть к вам вопросы, но давайте вот Владимир и Анна вот сейчас по вопросу к вам. Пожалуйста, Владимир. Ибрагим, извините, очень интересны все эти процессуальные подробности. Да. Но самого главного в процессе всей этой передачи мы не услышали, кто нанес удар в сердце. Я вам могу ответить. Вот. И почему преступник, если вы считаете этого человека преступником, не сидит сейчас в тюрьме? Я вам сейчас могу ответить. Я могу ответить. Предметно. Не надо никому верить, в данном случае даже мне. Давайте, что есть в материалах. В суде прокурорам было заявлено, что по материалам выделенного дела в отношении его отца и в отношении его брата зафиксировано, что предъявлено обвинение, вынесено постановление, объявлен в розшук, его отец и его брат. Зафиксировано таким образом, что у них тоже 115-я часть 2-я, пункт 12-й, то есть по предварительному сговору группой лиц. Вот это и возмущает людей наверняка. А я вам скажу, почему так произошло. Эти двое лиц, его отец и старший брат, смогли покинуть Украину. А каким образом? Потому что прокуратура даже косвенно не обвиняет Агаларова, Рустама, что он помог или каким-либо образом содействовал. Вы же видели видео. Он наносит удар. Несовместный с жизнью, очень сильный. Есть доказы, доказы, экспертиза есть. Вы понимаете, почему я? А данные прокуратуры, о которых говорит Ибрагим, что... Агалару, вы уважаете руководных телесных. Мы на него не говорим, что он убил, но он же наносил удары битой. Значит, там были такие, такие сильные удары, что потом они сказали, что он бы не выжил. А если бы и выжил, если бы выжил, потому что мозги были как каша. То есть это как минимум тяжкие телесные повреждения. Значит, сейчас. То от этого он бы тоже не помер. Або если бы лишился каликой. Это вступивший в законную силу судового ухвала. Написано. Возвращение дела на заследование. Один из девяти или десяти пунктов требований суда. Так, так, сейчас, 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 сейчас. То, что именно это. В ходе додаткового расследования необходимо призначиты и провести повторную судово-медичную экспертизу щодо квалификации выявленных в области головы у Петерпилова Савки телесных ускоджень згидно методики вызначения, как я и вымогав, згидно методики, а не с потолка, згидно методики вызначения ступенью тяжкости телесных ускоджень за правилами судово-медичного вызначения ступенью Минохороны здоровья від 17 сечня 95-го року. Тобто, как районный суд, так и апелляционный суд согласились с моими доводами о том, что в справе есть суттевы сумнивы щодо науковой обрунтованности и объективности, на что вказует додатково чей висновок киевского фахивца в галузе судово-медичной экспертизы. А что такие 5 миллионов, я вам зараз скажу. прокуратура отвергла, потому что он не рост и не робил. Вы же знаете, всегда, как говорил мой покойный отец, если не знаешь, в чем дело, ищи деньги. Дело будет в деньгах. Так, слушайте, 5 миллионов заявлен позов. 5 миллионов гривен гражданский позов заявлен потерпевшими. Они вымогают у Агаларова. Они прекрасно знают, что граждане Азербайджана, старший брат и отец, Азербайджанам не будут выданы сюда. Почему? По конституции Азербайджана, я бывший зам генерального прокурора Азербайджана, по конституции Азербайджана, гражданин Азербайджана не может быть выдан другой стране. Ибрагим, давайте послушаем, что по этому поводу говорит черновицкая милиция. Пожалуйста, вот по этому поводу. Пожалуйста. Внимание на экран. Ибрагим, теперь вот Анна Малер, эксперт-криминалист. У нее вопрос к вам. Пожалуйста, послушайте. С удовольствием. С ваших слов получается, что Рустам совершенно не причастен к этой истории. И может быть, если бы мы слушали вас дальше, его бы вообще там не оказалось. У меня вопрос. Нет, наверное, я такого не говорил. Прошу прощения. Давайте уважительно. Динамика развития речи была такая. Пожалуйста, можно выслушать? Он говорил со своим отцом и братом, возможно, перевести нельзя было, это было на его родном языке, но после этого разговора они приезжают оба с оружием и убивают человека. Соответственно, он абсолютно точно участвовал и какую-то мотивацию им подал, информацию передал. И он участвовал в этом преступлении. У меня вопрос к вам. Ваша официальная позиция в том, что он совершенно не виновен, или вы считаете, что он все-таки совершил какое-то преступление? Ну, во-первых, я вам скажу, что я до ваших слов считал, что у нас уже согласились все в стране с тем, что после 37-го года прошлого века сын за отца не отвечает. Давайте первые вот это. То есть вы считаете, ваша юридическая позиция, он вообще не виновен? Моя юридическая позиция, она нашла уже частично... Да или нет, скажите, он вообще не виновен или чуть-чуть виновен? Хоть в чем-то, по вашему мнению. Мне легче с вами говорить документами. Ухвали суду после моих требований записано. Ваша позиция, да или нет? А я вам сейчас скажу. Моя позиция, она указана даже в ухвале суду. А какая она? А я сейчас скажу. Вот скажите вашу позицию. Я вымогал. Да скажите, нет или да? Я скажу, что я вымогал. Да или нет? Не надо рассказывать. Да или нет? Пожалуйста. Да или нет? Взвести очень хорошо сработало. Пан Багиров, там ничего нету в материалах. Да да или нет? Я вымогал одного. Да или нет? Я не скажу этого. Я скажу, что необходимо проверить, не находился в состоянии необходимой обороны, мой подзащитный. Я за то, чтобы вашего отца и брата привезли сюда, в Украину. Моя правовая позиция заключается в том, что на самом деле в этом деле, мой подзащитный является терпевший рогин. Если ваш отец Миновый убил каждого на Украине, мы не услышали просто лечения. Но это не означает, что вы можете обвинять невиновного человека в убийство вашего сына. Это организатор убилства. Нет, тогда вы врете. Вы врете. Виновен поэтому организатор убилства. Надо говорить правду. Совершено убийство. Да, вас заманили, хотели забрать деньги. Так, группа ЛИИ. Ибрагим, я прошу вас ответить сейчас на совершенно четкий, конкретный вопрос эксперта-криминалиста. Вот давайте еще раз, Ань. Ваш вопрос. Ваша юридическая позиция состоит в том, что Рустам вообще не виновен, или вы в его действиях все-таки видите какой-то состав преступления? После того, как киевскими экспертами, их заключением, было опровергнуто, что он ударял битой по голове, я считаю, что он находился в состоянии необходимой обороны весь период, который ему инкриминируют. Не виновен. И более того, мной подготовлено уже ходатайство о признании его потерпевшим в этом деле. Так, сегодня время нашего эфира закончено, но фактов в этом громком резонансном деле очень много. И мы решили продолжить обсуждение этого дела, этого убийства, совершенного в Черновцах два года назад, завтра, в это же время, на нашем канале. Добиться справедливости – это важно, потому что это касается каждого. Убийца голоднокровный, и ссоры ему нет совсем. Савка был рэкетом, и первая его фраза была о том, что позвонишь ментам, мы об этом узнаем. Ну бре, бред не все, бред, я не могу это слушать. Открывает дверь, и сразу же наклоняет и наносит мне удар. Это организатор убийства. И в суде так было. Каждый раз, когда выявлялась истина, они начинали поднимать петель и перебивали весь процесс. Палец зломленый не был, носа разбитого не было. Вы там были? Да, было.